всем привет я наташа и вы на моем канале в этом видео предлагаю вместе со мной шить вот такой вот необычный вариант гнездышко коконы для малыша его можно использовать как коврик для игр в развернутом виде либо вот так собрать как показано на видео он хорошо фиксируется завязками и уже выглядит как гнездышко шьется он достаточно просто не нужны никакие выкройки вы сами все сможете построить и сшить в видео я подробно вам все расскажу у меня здесь хлопковая ткань по одному метру каждого вида ширина 160 сантиметров вам потребуется два отреза 140 на 140 сантиметров ткань я сложила в четверо и снизу слева вот здесь у меня сгиб и теперь от этого сгиба вверх я откладываю 70 сантиметров то есть вверх у меня идет полностью высота и от нее я уже вычерчиваю круг вы можете на этом этапе скорректировать размеры и сделать например поменьше гнездышко если вам нужно если будете делать так же как у меня в диаметре у вас получится метр сорок гнездо она немножечко еще подстянется конечно когда наполнится наполнителем примерно будет 130 сантиметров в диаметре и так вы уже можете сами регулировать размеры гнездышко в итоге получается два круга берем один и складываем как показано на видео пополам потом еще раз пополам хорошо здесь разравниваю чтобы не было заломов и вот так вот еще раз пополам и идем на утюг я заутюжила и меня образовались вот такие вот линии теперь от самого верха вниз я откладываю 6 сантиметров теперь от этой линии вниз и откладываю по 2 сантиметра затем еще вниз откладываем 22 сантиметра и поярче вычерчиваем линии чтобы потом удобнее было жить на расстоянии от верхней линии 20 сантиметров я поставлю несколько точек вы можете поставить две либо четыре на ваше усмотрение это будет стяжка на матрасике и затем все то же самое я делаю с наружной части заготовки а вторую часть гнездышко я просто за утюжу линии уже переносить там не нужно и поскольку у меня ткань светлая на другой стороне у меня будут хорошо видны линии я просто их перевожу если у вас более плотная ткань темная то вам нужно все это еще раз повторить расчертить все линии вторую часть я точно также за утюжила как и первую со звездочками и теперь лицом наверх нужно приложить эти детали по краю я сколю иголочками и теперь вот этот внутренний круг здесь я его очерчу чтобы было понятно его нужно отстрочить доходим не до конца должно остаться отверстие примерно шириной с вашу ладонь чтобы вы смогли наполнить потом гнездышко вот здесь я ставил отверстие и теперь на машинке я просто застрочу вот эти отметки хорошо поставлю закрепки вперед назад вот так должно получиться здесь внутренний круг мы отстрочили поставили закрепки по точкам это будет стяжка и теперь нужно проложить прямые линии по за утюженным на меткам вот здесь если они у вас немножечко разгладились еще раз сложите и про утюжки то есть от круга до первой линии сверху и и и и и и и и и Затем наполняем внутреннюю часть гнездышка. У меня шариковый холофайбер ушло на все гнездышко 2 килограмма. И отверстие, через которое наполняли, его нужно застрочить на машинке. Наполняйте не сильно плотно, чтобы наполнитель немножечко ходил внутри. Тогда оно будет пышное, мягкое гнездышко. После того, как зашили отверстие, нужно наполнить кармашки боковые, которые мы с вами делали. Точно так же наполняем их равномерно каждый кармашек. И получается как бы ромашка такая. Посмотрите, как я делаю на видео. Я наполняю не сильно плотно, чтобы оставалось место для наполнителя, чтобы он там немножечко ходил. После того, как наполнили боковые кармашки, нужно либо сметать, либо сколоть иголками, так же как и я, слои ткани между собой. И будем застрачивать на машинке. Застрачиваем только первую линию от внутреннего края. Я строчила по внутреннему кругу. И теперь нужно сделать петлю с одной из сторон. То есть с одного слоя ткани. Лучше сделать петлю, конечно, на раннем этапе, когда вы еще не наполнили гнездышко. Я забыла ее сделать, и поэтому ее сделаю сейчас. На одном слое я пробиваю петлю. И теперь уже можно прокладывать вторую строчку, это будет у нас кулиска, по всему кругу. И посмотрите, вот эта петля, которую я сделала, она только на одном слое ткани. Петлю. 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 Гнездышко практически готово. Теперь нужно закрыть вот эти вот концы. Можно закрыть косой бейкой, сделать самостоятельно или уже готовы закрыть. Я эти края просто обметаю на оверлоге. Затем я беру репсовую ленту длиной 4 метра и вставляю в эту кулиску. Края репсовой ленты я подрезаю и потом немножечко подпалю, чтобы они не осыпались. В собранном виде выглядит вот таким образом гнездышко. И я сейчас его расправлю, посмотрю, как он выглядит в развернутом виде. Получается очень мягкое, такое воздушное гнездышко. Интересный вариант. И здорово, что оно двустороннее, можно использовать на обе стороны. Вы можете его украсить дополнительно либо кружевом, либо помпонами. В зависимости от того, в какой расцветке вы его шьете. А сверху вот эти вот рюшки очень забавно смотрятся. Завязываю гнездышко, стягиваю. И вот так оно выглядит. В развернутом виде диаметр получился метр тридцать пять. Достаточно большой размер. Кукла у меня размером с новорожденного. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Поддержите меня лайками и комментариями. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok